Друзья, привет! С вами новости с Антоном Хардиным. Бумеранг сметает все на своем пути, и вот он добрался до Димона. Ведущим в прямом эфире после общения с Захаровой стало плохо, но давайте договоримся. Если ролик понравится, не забудьте на канал подписаться. Это очень помогает в распространении информации. И начнем мы с Бумеранга. Многие люди, находящиеся у власти, называющие себя патриотами, стараются отправить своих детей за границу. Вот старались они старались, но здесь прилетел Бумеранг. Познакомьтесь, друзья мои, это Илья Медведев, сын Дмитрия Медведева. Это настоящий патриот, ну и как полагается настоящему 27-летнему патриоту, он имеет гражданство США и владеет там сетью заправок, супермаркетов. Но здесь пришли крайне интересные новости. Вслед за Лизенькой Песковой сын Медведева отправляется в родную гавань. Поступила информация, что у Ильи Медведева, который живет в США, отозвали рабочую визу и предписали в течение 48 часов покинуть страну. Так вот, оказывается, почему в последние несколько дней Медведева буквально извергает из себя то профсадников апокалипсиса, то Европе угрожает, то называет политиков в Европе ублюдками. Ну в общем стало понятно, почему наш замечательный Дмитрий так серьезно бомбит. Ну ничего-ничего, теперь сыночек зато пришвартуется к родной гавани. Также немного о фейках. Мы с вами очень часто разоблачаем фейки пропаганды. В ответ пропагандисты решили разоблачать, якобы разоблачать какие-то фейки, которые они сами выдумали. Но чаще всего пропагандисты разоблачают сами себя. Вот посмотрите один из ярких примеров. Есть сетка телеграм-каналов, где пытаются что-то и кого-то разоблачить. И вот один из таких постов. Оперштаб Москвы. Фейк. В России остановилось производство кассетных подшипников для железнодорожного транспорта. Мы с вами разговаривали о том, что подшипников в России нет, что вагоностроительный завод вынужден приостановить свою работу, потому что элементарно вагоны чинить нечем. Но здесь вот разоблачается этот фейк. Ниже, что они пишут. Правда. На Челябинском кузнечно-прессовом заводе в следующем году планируется освоить выпуск кассетных подшипников. Завод уже заказывает оборудование, необходимое для нового производства. Пропагандисты разоблачили сами себя. Они называют фейком то, что в России остановилось производство. И говорят, а правда-то в том, что этого производства и не было. Но хотели сделать как лучше, а ума чуть-чуть не хватило. В то же время вот она, настоящая правда. Дело в том, что еще 25 мая издание Интерфакс опубликовало крайне интересную статью, где говорится о том, что оборудование пищевой и перерабатывающей промышленности в России изношено на 59%. Так как отрасль сильно зависит от импортных машин и механизмов. На 59% изношена отрасль. Прошло только чуть больше 100 дней с начала вот этой так называемой операции. Но зато пропагандисты разоблачают фейки о том, что у нас и нет подшипников. Теперь давайте переместимся на территорию Крыма. Пропагандисты рассказывают, как вот сейчас будем восстанавливать Донбасс. Как убыточные регионы будут оказывать помощь. А вот посмотрите, что происходит в Крыму. Вот это жадность. На привозе выбрасывают гнилую капусту. Просто, смотрите, подвозят и выбрасывают капусту. Наш жадный народ. Смотрите, что делает наш народ. Охренеть, блядь. Просто, смотрите, вот. Да и вроде ж не бомжишь люди на вид. Хотелось бы ответить автору видео. Это действительно не бомжи. Это среднестатистические граждане, которые живут на зарплату 15-17 тысяч рублей в месяц. Несмотря на то, что чиновники рапортуют, как цены снижаются, как зарплаты растут, мы приходим в магазин и сами все видим. И вот кто-то даже не брезгует взять себе домой под гнившие капустки. Параллельно этому россиян пытаются накормить самыми настоящими помоями. Я не знаю, как это назвать по-другому. Вы уж извините, буду говорить как вижу. По центральным каналам начали показывать вот такие сюжеты. Наш дед Ванга. На канале НТВ показали боевого экстрасенса КГБ. Еще раз, друзья, мы. Боевого экстрасенса. И он, этот самый боевой экстрасенс, предсказывает капитуляцию режима Зеленск 18 сентября 2022 года. Планы эмигрировать выходит точно, четко выходит в Польшу или в одну из прибалтийских стран. Скорее всего, в Литву. Очень переживает, скажу честно. Переживает. Но не видит исхода. Он запутался. На кого эти передачи рассчитаны, я даже вслух произносить не хочу. Но судя по тому, что это показывают, аудитория все-таки у подобных передач имеется. И теперь представьте, что происходит в головах людей, которые насмотрятся вот подобного. Что у нас? Боевые маги уже были. Разные шаманы уже были. Теперь вот где-то откопали боевого экстрасенса КГБ и на полном серьезе сделали о нем целый сюжет. А вот посмотрите, что происходит на итальянских телеканалах. Итальянскому телеведущему поплохело после того, как он поговорил с Захаровой. Да-да, с той самой Захаровой из МИДа. Журналист LA7 Массим Моджилетти вел прямой эфир из Москвы. Закончился этот эфир интервью с представительницей российского МИДа Марией Захаровой. Он стал беседовать с другими гостями, но те заметили, что с Джилетти что-то происходит, ему стало плохо. Сам момент обморока не показали. Просто-напросто перевели камеру. И судя по всему, даже опытный телеведущий не смог перенести общение с Захаровой. Ну да, какие нервишки должны быть, чтобы ее осилить. Конечно же, позже заявили, что у него на самом деле упал сахар в крови. Но мы-то с вами понимаем, что с некоторыми людьми общаться невозможно до такой степени, что есть риск и скопытиться. Но в России скопычиваться нельзя. Потому что даже после смерти человека в России ждут тяжелые испытания. Вот посмотрите. В соцсетях опубликовали видео. Как сообщается, это Воронежская область. Вот так провожают людей в последний путь в Орловском поселении. Везем человека на кладбище, чтобы его похоронить. Человека уже все нет, а его даже до кладбища, извините, не могут элементарно доставить. Не могу вам также не рассказать о митинге. В Геленджике прошел митинг против нового генплана города. Я вам уже рассказывал, как жители Геленджика выходили на митинг. И боролись, 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 боролись. И сейчас администрация согласовала даже мероприятие. Но, правда, знаете, как согласовала? На удаленной от центра площади перед старым кладбищем. Протестующие требовали отставки губернатора Единоросса, Вениамина Кондратьева, мэра города. Жители вышли с плакатами, нет антинародному генплану, мы не сельхозугодия, нет генплану для олигархов, да генплану для народа. Не знаю, конечно, как данный митинг может повлиять на власть, которая разрешила вроде пошуметь, но разрешила пошуметь где-то там, не в центре. Будем следить, конечно, за развитием событий в Геленджике, ну а пока переместимся в Белгород. Я вам уже рассказывал, что Белгород просто-напросто, где троллейбусизируют. Ну или простыми словами, в Белгороде решили просто отменить троллейбусы, потому что износилась контактная сеть. Импортозамещение работает, и жители обратились к Путину. Решением уничтожить троллейбусное депо, а за этим депо стоят не только эти потрясающие рогачи, но также и огромный штат сотрудников, которого вы можете видеть здесь. Сегодня для того, чтобы сохранить общественный транспорт, экологический транспорт, электротранспорт, нужна политическая воля руководства региона. Для того, чтобы выделить средства, дотации, субсидии, чтобы данный экологический транспорт в нашем городе оставался, он является исторической достопримечательностью. Около 55 лет в Белгородской области, в городе Белгороде работает электрический транспорт, а такой, как троллейбус. Все жители города поддерживают водителей, поддерживают депо сотрудников, мы все поддерживаем, общественные организации, депутаты пишут письма с просьбой сохранить троллейбусный транспорт. Но его нужно не только сохранять, его нужно улучшить, его нужно развивать и добавить дополнительные единицы, дополнительные пути. Это нужно всем, не только рабочим депо. Мы требуем, чтобы к нам прислушались и поддержали мнение всех граждан города. Да, вот так у нас в стране и происходит. Много-много лет жители пользовались общественным транспортом в виде троллейбусов. А сейчас власти говорят, ну, извините, денег нет, но вы как-то здесь держитесь. То, что строили, строили еще тогда, разрушается сейчас, все, что еще осталось, догнивает. Постепенно эта тенденция перекатывается из города в город. Есть большая доля вероятности, что вот это перекатывание скоро окончательно превратит нашу страну в то, о чем говорят, хоть шаром покати. Стабильность катится по стране быстрыми темпами. Но зато, зато мы пытаемся навести порядок. Где-то там. Но в завершении хочу показать такой феномен, как ИБД. ИБД, друзья мои, это имитация бурной деятельности. Рыба, как известно, гниет с головы. И пока чиновники в своих кабинетах перекладывают бумажки, депутаты переписывают законы, посмотрите, как работают коммунальщики. Коммунальщики из Колпина решили задокументировать то, как они замечательно работают. Посмотрите. Для своего замечательного отчета они сначала разбросали мусор на территории, которой занимаются. Потом это все собрали обратно. Но, как вы можете заметить, их прекрасная работа попала на кадры. Если спроецировать работу вот этих двух трудяк на чиновников, которые участвуют в управлении нашей страной, то это вот, можно сказать, работа чиновников в действии. В управлении страной происходит примерно то же самое. Делитесь роликом, друзья мои. Не забывайте подписаться на канал, так как это очень помогает в распространении информации. С вами были новости с Андоном Хардиным и я не прощаюсь.